В 16-й раз подряд Минск продлил победную серию в мужском чемпионате страны по баскетболу. Уровень топ-5 Олимпиады Виолетта Скворцова обновила национальный рекорд в тройном прыжке и показала третий результат сезона в мире. 31 год спустя Гродненский Неман второй раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. О главных спортивных событиях за прошедшие 7 дней расскажем в проекте «Итоги недели». С вами Кристина Захарова и Олег Завадский. Мужская команда баскетбольного клуба «Минск» 16-й раз подряд стала победителем чемпионата Беларуси. Закрыть финальную серию против Гродной 93 столичному коллективу удалось в четвертом матче в Лиде 81-90. В этот город Минску пришлось приезжать дважды, хотя после двух стартовых домашних викторий 75-66, 88-79 многие посчитали, что действующие чемпионы быстро закроют серию. Однако в третьем поединке, несмотря на сверхдальнее попадание Борисевича с сиреной, победил Гродно 93. Хозяева оказались сильнее в овертайме. А что было дальше, вы уже знаете. Минск собрался и выиграл. Сразу после церемонии награждения главный тренер столичной команды Алексей Суховецкий подвел итоги насыщенного сезона. Смотрим. После окончания финальной серии 32-го чемпионата Беларуси среди мужчин общаемся с главным тренером баскетбольного клуба Минск Алексеем Суховецкий. Алексей, для начала вас поздравляю с чемпионством. Давайте разложим по порядку весь сезон, не только эту финальную серию. Каким он получился? Вы сейчас стоите в ранге чемпиона Беларуси. Ваша команда 16-кратный чемпион. Что вы сейчас испытываете? Я испытываю сумасшедшую радость, потому что, может быть, я не выгляжу таким счастливым сейчас пока, но это из-за груза ответственности. Я скажу так, я не припомню на своих памяти такого сложного сезона, как получился этот, ввиду каких-то перестановок, травм игроков последних полгода. Но со всеми этими событиями нам приходилось справляться. Иногда было супермало времени для каких-то корректировок, но мы пытались сделать максимально хорошо. И даже вот сейчас, в конце чемпионата, когда мы уже играли чемпионат Беларуси, у нас реально были очень большие кадровые проблемы из-за здоровья игроков. Но в этом сложнейшем положении ребята проявили себя настоящими молодцами и справились с этим давлением и завоевали очередное чемпионство. Оно было очень нам необходимо. Мы доказали где-то и себе, и нашим болельщикам, что мы живем, что мы хотим продолжать, не знаю, и жить, и выигрывать дальше. Все это вместе. Это было очень много эмоций, с ними было сложно справляться. И в то же время надо было выполнить задачу. И после осечки позавчера, это были непростых двое суток до теперешнего момента, но все справились. Наша команда, я считаю, очень достойно вышла из этого положения. Звание чемпиона осталось у вас, но согласитесь ли вы со мной, что звание гегемона пошатнулось? Кубок проигран, и здесь уже борьба... Во-первых, Гродно молодцы, однозначно, они собрали очень боеспособный коллектив, опытный, скажем так, немножко, может быть, возрастной. Но я могу сказать, что в финале мы не были настолько убедительны по причине того, что мы играли без первых номеров. Играть, знаете, это как водитель автобуса, который везет полный автобус детей, но этот водитель не очень опытный. И это всегда опасная такая история. И у нас была такая ситуация. То есть на позиции первого номера должны были играть два наших основных вторых номера. Соответственно, первая позиция была не самая эффективная, и вторая позиция проседала из-за этого. То есть, поэтому мы играли не слишком ярко, но мы играли на результат. И повторюсь, повторюсь, молодцы ребята, что справились. И это было очень сложно играть на других позициях, потому что, главное, комбинации там. Это совсем другие роли, совсем другие атаки. Это не так просто. И поэтому, в принципе, Гродно очень достойно смотрелось с нами. Ну, хотя, повторюсь, это очень классная команда, и мы очень сильно на них настраивались и готовились. Для вас лично сезон тоже получился очень таким, ну, сложным. Были отрезки, когда казалось, вот-вот хочется все бросить. Было наоборот, моментами, когда начала получаться игра, победы вроде бы близки были. И можете назвать несколько критических моментов, положительных и отрицательных по ходу сезона? Наверное, декабрь стал такой водораздельной линией, да? Ну, да, в моей жизни однозначно. В середине декабря, когда меня значили исполняющим обязанности главного тренера, конечно, все поменялось. Первых два месяца я спал там по пять часов, да, потому что надо было много готовиться. Вот, но это абсолютно другая работа, нежели ассистент главного тренера, да, здесь все по-другому. Отправные точки нам было сложно, потому что мы пытались немножко ротировать состав. У нас игроки некоторые доезжали, некоторые уезжали, но я рад, скажем так, тем обстоятельствам, которые сложились, в каком составе мы вошли, скажем так, в заключительную фазу Лиги ВТБ и финала чемпионата Беларуси. Алексей, а вот эти слезы, которые проступили на послематчевом флэше, это индикатор чего? Напряжение, знаете, давление, давление, потому что так все складывается, непонятно, что там будет в следующем году с Лигой ВТБ. И, ну, сложно, сложно, в последнее время все сложно, но все очень хотели выиграть. И, естественно, много мыслей, много какой-то подготовки, много переживаний. Игры все сложные такие финальные получились. Мы вроде отрываемся, но не можем удержать это преимущество. То есть, ну, ты всегда в напряжении колоссальном. И проигранная игра, это позавчера. Конечно, все это сказывается. И, ну, сегодня я просто горд за команду, которую, ну, все-таки мы выстояли, вышли победителями из этой ситуации. Что с менеджером клуба будет в ближайшее время? Как будет межсезонье проходить? Вы уже сейчас начнете работать, позволите себе отдохнуть там недельку-другую? К сожалению, пока новостей вообще никаких нет. И я знаю, что планировалось принимать какие-то решения только после окончания чемпионата. Вот, поэтому я думаю, что, может быть, в понедельник начнутся какие-то движения. Мы находимся в таком информационном вакууме. Мы не думали об этом однозначно. Мы все фокусировались только на чемпионате Беларуси. Вот, поэтому здесь ничего сказать не могу ни по поводу участия, ни по поводу бюджета, ни ростера. Пока ничего, к сожалению, не знаю. Тогда я спрошу, вы хотите там участвовать? Вы хотите играть? Конечно, конечно. Это большой баскетбол в Беларуси. И я уверен, что много присутствия такого количества зрителей всегда показывает нам то, что нас, ну, Лигу ВТБ хотят однозначно в Минске. И даже с нашими результатами все равно люди приходили и болели. И я могу сказать, что последних полтора года люди стали болеть в сто раз лучше. Да, то есть сумасшедшая поддержка и количество зрителей выросло. И, ну, все классно. Я уверен, что все хотят. Конечно, никто не хочет таких результатов, как случился в этом году. Но это уже вопросы, наверное, руководства, финансирования. Ну, это уже такие более глубокие вопросы, которые... Решения которых будут зависеть от руководителей. Спасибо за уделенное время. Команду еще раз с 16-м чемпионством. У вас с первым индивидуальным чемпионством в качестве главного тренера. Алексей Сруговецкий. Главный тренер баскетбольного клуба «Минск». Специально для проекта «Итоги недели». Беллета Скворцова, обновив национальный рекорд, одержала победу в тройном прыжке на командном чемпионате России по легкой атлетике. Белорусская выполнила лишь две зачетные попытки, но в заключительное шестое приземлилась на очень далекую отметку 14.85. Это новый национальный рекорд, выполненный олимпийский норматив и третий результат в мировом топ-листе этого года. Результат всего на 2 сантиметра меньше, чем бронзовый показатель Олимпиады в Токио. Беллета вполне могла бы побороться за медаль, но, к сожалению, на Олимпийские игры в Париж наших атлетов не пустили. Мария Гнечик заняла второе место на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью. Ранее в рамках розыгрыша турнира наша спортсменка дважды попадала в пятерку сильнейших. На втором этапе замкнула топ-5, а на третьем выиграла золото. Благодаря очередному призовому месту Гнечик возглавил олимпийский рейтинг, откуда по окончании квалификационного периода путевки на игры 20-24 получат 9 девушек. Далее пятиборцев ожидают чемпионат мира, который с 9 по 16 июня примет китайский Чинчжоу. Восемь медалей завоевали белорусские атлеты на молодежном чемпионате Европы по борьбе. Чемпионками стали Наталья Баракина, Олеся Гетманова и Алина Шевчук. Серебро взяли Яна Третьяк и Абубакар Хаслаханов. Бронза досталась Виктории Волк, Ольге Гордей и Виктории Радьковой. В Белорусской экстралиге официально было объявлено назначение двух новых главных тренеров. Сергей Стась из Гомеля перешел в юность, а Рыси возглавил Владимир Копоть. За предыдущие пять лет Стась с Гомелем был серебряным призером чемпионата, финалистом кубка и выходил в решающий матч континентального кубка ЕХФ. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон. На смену Стасью в Гомель пришел еще один известный в прошлом хоккеист национальной команды Владимир Копоть. Специалист имеет большой опыт работы в КХЛ, а предыдущий хоккейный сезон завершал в качестве тренера юности. В воскресенье завершился первый этап Кубка страны по гребле на Байдарках и Каноэ. Один из этапов отбора для юниоров на чемпионат мира, для взрослых атлетов на чемпионат Европы, игры стран Брикс и Олимпиаду. Итоги турнира и планы на ближайшие месяцы в интервью старшего тренера мужской сборной Беларуси по гребле на Байдарках и Каноэ Владимира Шантаровича. Эксклюзивно для итогов недели. Лицензии не именные. Можно ли сейчас говорить, что те спортсмены, которые завоевали их, поедут на Олимпиаду? Или же продолжается борьба внутренняя у нас в команде? Продолжается внутреннее соперничество. Борьба такая, соперничество. И согласно той конституции, про которую я уже повторяю, у нас есть условия попадания на Олимпийских игр, внутренние наши, которые уже действуют не одну Олимпиаду. Я так думаю, 4-5 последних. Они совершенствуются, работают. Значит, на лицензионном отборе, допустим, привожу пример, завоевал лицензию определенный спортсмен. Дальше что идет? Значит, эта лицензия, она приходит в распоряжение Национального олимпийского комитета, она не именная. Она просто лицензия квота на участие в Олимпийских играх. И поэтому эта лицензия, дальше она распространяется в режиме нашей внутренней конкуренции. То, что завоевал, это очень здорово. Ну, сегодня Олимпиада завоевана в марте, допустим, в апреле, а Олимпиада в августе. Поэтому внутреннее соревнование, серия внутренних мероприятий. Значит, это лицензионный отбор раз. Потом, этап Кубка мира у нас прописан всегда. Но на этапе Кубка мира так получилось, что мы и на лицензионный турнир даже не собирались как-то так. Поэтому мы не выступили. Поэтому идет Кубок Республики Беларусь. У нас прописано. Ты должен стать чемпионом. Дальше чемпионат Европы. И только квота стоит. 1-4. Если спортсмен завоевывает, значит, он получает преимущественно право участвовать на Олимпийских играх. Но внутри еще есть внутренний чемпионат Республики Беларусь. Если спортсмен занимает 5-7 место, он выходит на чемпионат с Беларусью. И то же самое в режиме внутренней конкуренции с определенной группой спортсменов, которые специализируются на эту дистанцию, он отбирается. Показывает определенную модель прохождения 97-90-80% от той модели, которая планируется в национальной сборной. И подписанная Национальным олимпийским комитетом и Министерством спорта и туризма. Все просто. Опять же, с Олегом история приключилась во время кубка, что он сказал, что он знает, как участвовать в Олимпиаде? Никаких проблем нет. Никаких. Он знает, как готовится, пусть готовится. Но те критерии, которые распространяются, Олег и не придумал. Это придумала уже история нашего вида спорта. И 1-4 в многих командах не ставится. У нас это ставится. Поэтому будь добр, выполняй. Больше ничего не вижу. Это квота не именная. И как мне ребята уже в команде говорят, Олег проиграл Игре Доброй Воли Кравцу нашему тоже, белорусскому спортсмену. И мы внутренний отбор перед ним не проводили даже. И как ребята говорят, мы ему подарили ее. Он поехал и заявал, здорово, выходи, воин, борись, доказывай, показывай результат. И все говорят, допустим, и он выражается, что это Шантарович придумал. И Шантарович ничего не придумал. Я ему в аэропорту это сказал. Листай листочки, изучай, выходи на старт, побеждай. Флаг тебе в руки и работай дальше. Внутри в команде довольно интересная ситуация получается, что спортсмен может высказать свою точку зрения. Второй спортсмен не согласен с ней. Обыгрывает условного Олега Юрению и едет на Олимпиаду. Правильно я понимаю? Неусловно. Он должен тоже выполнить этот этап отбора. Он должен тоже так. Кубок он участвовал, приехали в секунде. Правильно? Значит, в Европе сейчас Олег не въезжает, значит, на чемпионате Беларуси разбираемся. Последняя будет ставка на чемпионате Беларуси. Конечно, конечно. 1-7 июля ставка будет. Это уже объявлено. Но, может, кто-то еще не слышал. Это чемпионат Беларуси. Чемпионат Беларуси смещен у нас. Почему? Потому что мы никаких Олимпиадах и не парились даже. Но когда Международная Федерация попросила нас прислать заявки, нет, не заявки, утвердить списочный состав для лицензионного отбора, отправили большую группу спортсменов. Они всех поутверждали. Поэтому мы поехали, попробовали. Кое-кто там, не то что не поехал, реально там не было. Там уже эти сексоты украинские, понимаешь? Они там повыбирали все. Они называют наших спортсменов лукашисты. Как они такое не называют? Поэтому поехали. Все, Олег выехал. Никаких проблем к нему не было. Никаких девочкам проблем не было, к мальчикам нашим. Все встали, проехали. Ну, команду России там тоже шку метали. Поэтому Международная Федерация греблей на байдарках и каноэ, она относится, уже она устала к этим разборкам. И она готова. Она нас пускает. Все. Приходите только вот этот контроль, который называется в городах, где нас принимают, что безопасность обеспечения они нам сохраняют. И все тогда, и все, и ты выходишь. Но дальше есть комиссия МОКО. МОКО. Насколько реально белорусским спортсменам взять медаль Олимпиады в Париже? Еще каким белорусским спортсменам? Гребли на байдарках с той ситуацией, с тем рваным циклом подготовки, к которой мы шли. На год задержались, 21-й год. 21-й год разбирались вообще тут, что делать дальше. Участвуем, не участвуем. Это нервотрепка. Целевой, как я говорю всегда, полноценной целевой программы подготовки не получалось. Мы до последнего месяца ждали, будем мы участвовать, допустим, не допустим. Пройдем мы эту внутреннюю проверку Международной Федерации. Час прошли, а теперь спортсмены. Квоты пришли уже на национальный Олимпиадский мир. Мы все эти квоты знаем, пожалуйста. Они неименные. Выходите. А дальше работает с нашими спортсменами, сейчас работает уже Международный Олимпийский комитет. Международный Олимпийский комитет, комиссия МОКа. А раскрутите, пожалуйста, секрет, как постоянно побеждать и работать в режиме стресса? Вы знаете, что вот это состояние, которое у меня длится уже 50 лет. Вот и все. Вот если без стресса, я не то что без стресса, вот без такой напруги внутренней все. Мне кажется, я уже и жить не могу. Поэтому и каждый вот этот, а эта жизнь в таком жестком комфорте, она тоже приятна. Ну, последний вопрос хотелось бы такой лично задать. Насколько вы готовы ко всему, что происходит, с учетом той истории, что была с нашими спортсменами перед Олимпиадой в Рио? Ну, значит, я это уже как-то пережил, я на это уже не обращаю внимания, просто иногда даже с улыбкой. Ну, что, ну, поделили наши квоты. Кому-то это, вот всегда это кому-то нужно, понимаете? И еще раз говорю, кому-то это было нужно очень. Пересчитали эти медали, которые реально могли бы быть. Это создавали мы такие бы трудности определенным государствам, на которых работает, может быть, полсотни в одной и в другой стране, в третьей и четвертой каких-то спонсоров. Им нужно как-то было отчитываться. Вот это мое понимание. Потому что у меня очень серьезный разговор состоялся уже после Олимпиады с одним представителем Германии. Ну, один из руководителей там. Это Владимир, успокойся, успокойся, две твоих медали, чемпионат мира Европы, и никто тебя трогать не будет. Поэтому я уже повторяюсь, может быть. Поэтому, ну, мы, как всегда, были внутренним каким-то раздражителем Международной Федерации. Им просто без нас скучно. Вот они затухают. Нас два года нету, мне кажется, и они уже тухнут. Они тухнут. Мы такую создаем внутреннюю конкуренцию, и мы всегда с какими-то новшествами. Они сами сварятся скоро, и они будут заманивать нас уже скоро, если мы к ним ездить не будем, любыми путями, чтобы только мы у них появлялись. А для нас вот эта ситуация является дополнительным раздражителем, мотивацией быть сильнее, быть лучше? Нет, нам самое главное, вот всех, кто работает в стране, не биться до упора. Биться до упора, понимаете? Вот эта внутренняя конкуренция, допустим, которая будет существовать, значит, мы только чуть-чуть раскиснем. Мы начинаем хандрить, понимаете, у нас какие-то депрессии наступают. Да плюнуть на эти все депрессии. Если ты живешь уже 50 лет, как я там, или кто-то этим занимаешься, любим с делом, оно тебе приносит какое-то удовлетворение полное, понимаете? Не обязательно финансо-экономическое. Ты живешь и работаешь, ты творишь, ты созидаешь, ты совершенствуешься, ты идешь в институт, ты идешь вообще, куда только можно пойти, и ты работаешь над тем, чтобы флагин страны звучал. Вот это основа спорта высших достижений. А поэтому я еще раз повторяюсь, Международная Федерация без нас будет тухнуть. 31 год спустя. Гродненский Неман второй раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. В субботнем финальном матче в Жодино желто-зеленое без главного тренера Игоря Ковалевича, который был дисквалифицирован со счетом 2-0, переиграли Ислач. Главный тренер Волков Дмитрий Комаровский также пропускал этот матч из-за дисквалификации. Вот такой вот парадокс. Второй, кстати, когда-то выиграл свой единственный в карьере Кубок страны, играя под руководством первого. А теперь пытался завоевать первый трофей для молодого клуба. Мы разобрали нашу игру, не очень удачную с ними в первом круге. Мы исправили те ошибки, мы, конечно, сильнее Ислач. Мы исправили те ошибки, но наша команда и по мастеровите, она слегка по мужеству. Мы лучше играли, мы не дали моментов, разобрали Ислач играть в контратаку. Поэтому мы исключили ненужные потери мяча и лишились, скажем так, Ислач пространства в свободных зонах, куда мог убежать шестюк и так далее. То есть то, что мы сработали, мы шли на риск, выпустил в состав. По сути, замены наши были на, скажем так, укрепление, но не на усиление атаки. Поэтому мы связали после долгого перерыва Зубовича и Савицкого впереди. Мы шли на риск, но мы верили в ребят и забил и тот и другой. Все, что мы задумали перед игрой с тренерским штабом, оно все случилось. Илья Кухарчик хороший игрок, ему надо просто адаптироваться. Я в него верю, верит в него команда, все в него верят. Переход немножко из Белшины в Неман, он пройдет, он пойдет своей чередой, он будет играть в составе. Какие планы на вечер? Ну, планы на вечер, готовиться к Бресту. И, ну, конечно, отметить с ребятами победу в клубке и готовимся к чемпионату. Аэль, я поздравляю в команду с победой. Как вы себя чувствуете в этой новой поставке? Ну, спасибо большое за поздравление. Ну, знаете, как я себя чувствую. Конечно, новое. Конечно, всегда хочется присутствовать вот на этом зеленом газоне. Я сегодня просто не мог стоять на месте, потому что еще пока сил хватает много, хотелось. Не знал, куда их девать. Но все равно эмоции только положительные. Хочется в первую очередь поздравить всех болельщиков Гродненских с этим запоздалым трофеем. Как я говорил в том году, серебро было с оттенком золота. Ну, это тоже как бы какое-то... Это место, но не трофей. Вот пришел первый трофей. Ну, и будем двигаться в этом же направлении в плане чемпионата. Игорь Николаевич умеет сплочать, собирать этот коллектив. Каждый знает каждого характер. Кого брать, кого не брать. Ну, в первую очередь за счет коллектива. Ну, и пацаны молодцы. Отдались полностью. Все свои морально-волевые силы. Ну, и надо отдать должное Ислача. Тоже достойный соперник. Ислача, кстати, не вон уже в этом году выиграла. Но сегодня, по сути, один момент. Ну, это больше кубковая игра. Это не плей-офф, как мы в «Динамо» проиграли первую игру. Во второй игре наверстали свое. Здесь складывается все из одной игры. Ну, у них, может, было поменьше опытных ребят. Много эмоций, но эмоции должны преобладать и с техническим оснащением. Трофея запоздала. С этим сложно не согласиться. Как команда отпразднует? Знаете, я не знаю, как отпразднуют. Я думаю, хорошо отпразднуют. Бресту подготовка, правильно? Да, следующий этап – это Брест. Будем двигаться к нему, наверное, не завтра, а послезавтра. Ну, и болельщики. Наверное, про них нельзя не сказать. Но это, я еще раз говорю, в первую очередь это для болельщиков. Эти трофеи, я думаю, не я один это скажу, скажут и тренерский штаб, и руководство города. И сами ребята, они видели, чувствовали эту поддержку. Ну, и большое спасибо им, что на машинах, что клуб смог, кто он сделал. Тоже благодаря руководству клуба. Иван Осич очень сильно старался, чтобы все доехали, кто желал. Постепенно подходит к завершению и гандбольный сезон. На неделю в спорткомплексе у Ручио состоялся финал четырех мужского кубка страны. Как и ожидалось, главным противостоянием турнира стала принципиальная битва Минского СКА и Мешков в Брест. Мало кто сомневался, что именно эти две команды сойдутся в финале. Как прошли кубковые встречи и удалось ли команде Дмитрия Никуленкова впервые в сезоне переиграть Брещан в обзорном материале Александра Цвечковского. На этот раз финал четырех кубка страны принимал Минск. Если откровенно, то в полуфинальных парах интриги особо не просматривалось. Да не обидится на нас кроны на БГУ в СКА, но и к сопернике команды более высокого полета. В итоге так и получилось. Мешков в Брест после первого тайма в матче против Гродненцев сделал разницу в 12 голов в 21-9. И во второй половине мог спокойно в игровом режиме готовиться к финалу. Мог позволить себе даже проиграть тайм 13-16. Но итоговая победа все равно получилась внушительной. 34-25. Самым результативным у чемпиона стал Арсения Драгашевич в 7 голов. Этой понятной игровую практику получил весь ростер Мешковца. Ну и команду Владимира Костючика следует похвалить. Она не расклеилась, играла до конца. Нам самое главное было сохранить боевой состав, то есть энергетику. И пройтись без каких-то мелких микротравм. Поэтому я думаю, с этой задачей бы справились. Мы идем своим путем, у нас свои цели и задачи. Полуфинал – это та работа, которую нужно было выполнить. Я думаю, что мы ее выполнили хорошо, попали в финал. Поэтому ждем завтрашнего дня и ждем своего соперника. Противостояние первой и второй армейских команд ожидалось с большим интересом. И тут дело не в равенстве сил. Они-то не равны. Скорее в том, что летом лидеры СКА покинут команду. Уже есть информация и слухи о трансферах как минимум Игоря Белявского и Дмитрия Хмелькова. И парни с второй командой получат шанс в первой. Чем невозможность еще раз заявить о себе перед ее наставником Дмитрием Никуленковым. А тут на разминке еще и подвернул голеностоп один из голкиперов СКА Егор Пигалев. Остался один Кирилл Колос. Но он справился. СКА сразу убежал в отрыв 7-1 и контролировал всю игру. Молодые армейцы в силу возраста проводили неровные отрезки. Наиболее ярко в составе СКА сыграл Алексей Ермаков 6 голов. По соперникам 5-точных бросков на свой счет записали Иван Зинейкин и Степан Дмитрусин. Итоговая победа фаворита со счетом 34-26. Сегодня игра была достаточно хорошая. Счет на табло. Тренер сказал на 70-80% выложиться. И играть в игру, которую играли до этого. Матч за третье место обещал плотную борьбу. Ведь именно Кронок и Бгув СКА разыгрывали бронзовую награду чемпионата. Армейцы вели в серии со счетом 2-0, но ее проиграли 2-3. Да и силы соперников примерно равны. Игра получилась от ножа. Инициатива переходила от одних к другим. Но в концовке ближе к реваншу были мячами. За 4 минуты до конца второго тайма они вели 3 мяча. Но преимущество свое расплескали. 2 овертайма по 5 минут не выявили победителя. 44-44. А в серии послематчевых бросков удачливее были гродницы. Победа с итоговым счетом 48-46. Даже при таких цифрах нельзя не отметить голкиперов. Виталий Ничей много отбил за Кронон. Вышедший по ходу игры Владислав Королев за Бгув. Ну и сразу три игрока пробили отметку в 10 голов. У минчан это сделали Иван Зинейкин 14 точных бросков. И Дмитрий Зинейвич 10. У гродницев Олег Тарасевич 13 голов. В общем и кубковую бронзу забрал Кронон. Который давненько не играл в таких финалах 4. Результатом, скажу честно, доволен. Качество игры, ну могло быть, конечно, получше. Ошибок много. Но для нас это, ну не то, что впервые. Мы давно не играли в таком формате. И первый раз у нас овертайм, и 7-метровые. Ну поэтому, конечно, доволен. Доволен. Много эмоций, много борьбы, много ошибок. Но это игра. Я думаю, для болельщиков понравилось. Для меня это все очень тяжело. Много ребят опытных уходит в следующем сезоне. И мне надо уже смотреть на будущее, прорабатывать резерв. Поэтому, ну, приходится давать, играть и вторым номерам. Хотя в раздевалке попросил основной состав дать им все-таки доработать, доиграть и побиться за победу. Им большое спасибо, мужики. Молодцы. В финале же нас ждало очередное соперничество Мешков Брест и СКА. Армейцы не могли обыграть Брестчан на протяжении 12 встреч к ряду. Как раз год назад в таком же финале Кубка СКА последний раз оставлял Мешковцев на обочине. Серия продлилась до 13 игр. И на наш вкус эта победа стала такой обыденной. Если сравнивать с серией за золото в чемпионате, то там было все плотнее, ярче и жесточеннее. И физически, и психологически армейцы оказались готовы хуже, чем месяц назад. Не удался матч-лидер УСКА Игорю Белябскому. Да и никто из его партнеров не смог блеснуть по-настоящему. Вопросов нет разве что квартаря. Если после первого тайма период чемпиона был всего один мяч, 11-10, то к середине второго тайма Брещане оформили комфортный отрывок в 5-6 мячей и спокойно довели игру до победы. Итоговый счет 28-22. Наибольший голевой вклад в успех Мешков Брест внес Неван Степанович, в активе которого 9 голов. Два года мы не имели возможности завоевать этот трофей. И сегодня мы его возвращаем в Брест. Это наш уже третий титл в этом сезоне. Мы работаем по плану и идем дальше. Доволен победой. То, что нам удалось победить СКА, да, сегодня не такой вальдольный матч был. Концовка уже была доиграна спокойно двумя командами. Но в любом случае, всегда игры Бреста и СКА всегда отличаются своим накалом и своим интересом. Поэтому сегодня такая игра. Следующая игра, возможно, будет совсем другой. Мешковцы вернули себе кубок спустя три года, ставив обладателями 14-й раз в истории. В чем мы команду и поздравляем. В ближайший уикенд соперники встретятся снова. Теперь уже в Бресте в полуфинале финала четырех Саха Лиги. В другом полуфинале сыграют российские Чеховские Медведи и Виктор. На этом гангбольный сезон будет закрыт. Аталанта разгромила Байер 3-0 в финале Лиги Европы и впервые в истории выиграла Еврокубковый турнир. Нападающий итальянского клуба Адемо Лукман оформил голевой хит-трик. Таким образом, Аталанта установила европейский рекорд ожидания трофея. Более 60 лет прошло с момента первой игры команды в Евротурнирах. А главный тренер Бергамасков Джан Пьер Гасперини в возрасте 66 лет и 117 дней стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. Ливеркузинский Байер потерпел первое поражение в этом сезоне. Перервалась серия из 51 матча без поражений. 99 лет и чемпионство. Зенит в день рождения в шестой раз подряд стал лучшей командой России по футболу. Всего на счету у клуба 11 успехов. В субботу в матче 30-го тура команда Сергея Симака на своем поле оформила волевую победу над Ростовом 2-1. У хозяев забитыми мячами во втором тайме отметились Густаво Монтуан и Артур. Чемпионство синий-белоголубых стало возможным после гостевого поражения московского «Динамо» от Краснодара 0-1. Напрямую из летного дивизиона вылетела Балтика. Урал и Нижний Новгород сыграют в стыковых матчах. Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии на Уэмбли обыграл Манчестер Сити 2-1 и в 13-й раз стал обладателем трофеем. В составе победителей еще в первом тайме голы забили Алехандро Гарначо и Коби Майн. Команда Хосепа Гвардиулы не смогла стать первой в истории Англии, кому удалось два года подряд выиграть чемпионаты Кубок страны. До этой встречи Сити не проигрывал в основное время 36 матчей с декабря прошлого года. Всего второй раз в истории и первый с 1885 года одни и те же команды второй раз подряд играли в финале Кубка Англии. В прошлом сезоне Сити победил 2-1. Шарль Леклер одержал первую победу в Формуле-1 на домашнем автодроме в Монако. Пилот Феррари стартовал с полупозиции и ни разу по ходу гонки не потерял лидерство. Всего в Формуле-1 это шестая победа для Монегаска. Вторым финишную черту пересек Макларен Оскара Пиастри. Замкнул тройку еще один пилот Феррари Карл Сайенс. Лидер сезона Макс Ферстайпен на финише расположился на шестом месте. В общем зачете пилот Рэдбул опережает Шарля Леклера на 31 очко. В Кубке конструкторов преимущество Рэдбул над Феррари сократилось до 24 баллов. Следующий гран-при Формула-1 пройдет в канадском Монреале 9 июня. Проверка знаний перед последним звонком. В штаб-квартире НОК Беларуси состоялся финал республиканского турнира Брейн Баттл с участием известных белорусских спортсменов. В нынешнем году турнир был проведен в третий раз. Участниками республиканского финала стали команды из разных городов нашей страны, ранее одержавшие победы на региональных отборах. Кроме учащихся учебных заведений в составе сборных вошли именитые белорусские спортсмены. Олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Александр Романьков, Алла Цупер и Антон Кушнир. Призер игр Максим Недосеков, а также медалистка чемпионата мира Анна Соло. Финал турнира Брейн Баттл состоял из пяти туров по семь вопросов. Каждый раунд был посвящен отдельной теме. Екатерина Гречная продолжит тему. Смекалка, логика и эрудиция. Вот уже третий год представители сильнейших команд своего региона традиционно собираются в штаб-квартире Национального Олимпийского комитета, чтобы побороться за звание самого мозговитого. В турнире у нас принимают участие представители средних специальных учреждений образования. То есть это наши колледжи, профессиональные училища бывшие. Ребята со всей страны собрались у нас сегодня под куполом в зале Олимпийской славы. Каждая область представила свою команду. Ну, ребята, прежде чем попасть на республиканский уже этап турнира, они прошли отбор в своей области. То есть это самые сильные ребята у нас в стране. Те ребята, которые знают историю Олимпийского движения, которые знают наизусть всех наших олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ну и, естественно, болеют за них и всегда стараются быть в курсе всех событий. Простой смекалки здесь точно будет недостаточно. Все участники проходят серьезную подготовку. Чтобы попасть на финальный этап брейн-баттла, ранее участники должны были набрать наибольшее количество баллов на областном этапе Олимпийского квиза. Помимо участников основных, каждую команду мы сегодня укрепили традиционно. Нашими топовыми белорусскими спортсменами, олимпийскими призерами, олимпийскими чемпионами, участниками Олимпийских игр. Сегодня у нас в команде даже присутствует наш первый олимпийский чемпион в гребле. Рим, 1960-й год, Сергей Владимирович Макаренко. Он никогда не отказывается. В прошлом году команда с его участием заняла призовое место. В этом году они тоже надеются, если не превзойти свой успех, то хотя бы его подтвердить. На самом деле замечательное мероприятие. Я впервые принимаю участие в таком мероприятии. И мне будет очень интересно, познавательно, я думаю. Я, может, даже что-то новое для себя открою. И очень важно проводить такие мероприятия, потому что наша молодежь, наше подрастающее поколение должно знать историю Олимпийских игр, историю олимпийского движения, олимпийских чемпионов нашей страны прекрасной. А вот уже в финале помогали каждой команде дойти к своей заветной цели, конечно же, победить, именитые белорусские спортсмены, которые участвовали в викторине наравне с ребятами. Основная цель мероприятия – объединить, объединить все-таки нашу молодежь, объединить их на фоне спорта, на фоне наших спортсменов белорусских, на фоне достижений наших белорусских спортсменов, объединить их, приобщить к олимпийским достижениям, к здоровому образу жизни. И вот через такие интеллектуальные турниры мы уже третий год это делаем. И действительно, достаточно успешно делаем. Серьезные у нас потребности в этом турнире. Ребята уже отслеживают начало, уже сами готовятся, уже сами своих руководителей дергают, когда же уже будет турнир. К сожалению, когда я училась, такие мероприятия не проводили. И большой минус, потому что благодаря сегодняшнему дню можно узнать больше о истории белорусского спорта и узнать больше олимпийских чемпионов. Как говорится, новичкам везет. В этом году победителями проекта стала команда Могилевского государственного технологического колледжа под предводительством «Аллы Цупер». Второй результат показали Максим Недосеков и команда Смиловичского государственного аграрного колледжа. Замкнули тройку лучших Анна Соло вместе с учащимися Гомельского аграрно-технологического колледжа. В ближайшие семь дней много ярких гандбольных афиш. В Гомеле состоится решающий матч женского чемпионата страны, а Брест примет финал четырех гандбольной Сехолиги. В центральном матче одиннадцатого тура родного чемпионата Ньеман примет Брестское Динамо. Это и многое другое в эфире телеканала «Беларусь-5» и канала «Беларусь-5 Интернет». В студии проекта «Итоги недели» работали Кристина Захарова и Олег Завадский. Всего вам самого доброго!